Сегодня я хочу представить вам сервис «Перевозка-24». Это сайт, на котором размещены объявления от владельцев спецтехники и грузового транспорта. Удобный функционал сайта позволяет быстро найти технику в нужном городе. Также есть указания точки базирования техники на общей карте. А если вы являетесь владельцем спецтехники или грузового транспорта и нуждаетесь в заказах без посредников, то смело добавляйте свою технику в сервис. Более подробную информацию вы найдете на сайте перевозка24.ру Самым известным трактором Алтайского тракторного завода, располагавшегося в городе Рубцовск, является трактор Т4А, который выпускался заводом с 1970 по 1998 год. Данный трактор развивал хорошую тяговую мощность и соответствовал тяговому классу 4. Он выполнял самые тяжелые работы в сельском хозяйстве по обработке почвы и посеву. На заре своего существования Алтайский тракторный завод, пытаясь сохранить производство, предпринял попытки модернизации знаменитого трактора. Итогом чего были несколько тракторов, которые уже не смогли обрести такую же популярность, как и их предок. С одной из переходных моделей мы сможем немного поближе познакомиться в данном видео. Приветствую вас на канале Лантек. Как ни парадоксально, но этот трактор имел такое же обозначение, что и его предшественник, а именно Т4А, но имел некоторые отличия от базового трактора. Самое первое, что бросается в глаза, это кабина увеличенного размера. Кабина стала гораздо больше в объеме за счет увеличения ее высоты. Если с кабиной старого образца трактор имел габаритную высоту около 2,5 метров, то обновленный трактор стал выше примерно на 30 сантиметров, и его высота составила более 2,8 метра. Изменилась и панель приборов в кабине. Была предпринята попытка к улучшению условий труда механизатора в виде вентиляционной установки и бумажным фильтрующим элементом для воздуха, подаваемого в кабину. Следующее значительное отличие – это ходовая часть, а точнее, опорные и поддерживающие катки и гусеницы. На первый взгляд, все осталось на своих местах. Но если присмотреться, то можно заметить, что опорные и поддерживающие катки имеют увеличенный диаметр, и теперь перекатываются по беговым дорожкам, расположенным по краям направляющих реборд траков. На всем известном тракторе Т4А опорные и поддерживающие катки перекатывались прямо по направляющим ребордам, которые имели специальную опорную поверхность. Соответственно, в связи с такими изменениями изменилась и сама гусеница, хотя ее ширина осталась прежней – 420 мм. На этом фото видно визуальное отличие гусеницы нового образца от гусеницы старого образца. Еще, согласно каталогу запчастей, на переходной модели трактора Т4А устанавливалась другая коробка передач и реверс-редуктор. Но более подробной информации нет, поэтому кто знает, в чем их отличие, напишите, пожалуйста, в комментарии под видео. В остальном, трактор тот же, что и привычный всем Т4А. На нем устанавливался 6-цилиндровый атмосферный дизельный двигатель А01МСИ рабочим объемом 11,15 литра, эксплуатационной мощностью 130 л.с. Максимальный крутящий момент составляет не менее 695 ньютон на метр с запасом в 25%. Запуск двигателя при помощи пускового бензинового двухтактного двигателя ПД-10У. Для того, чтобы облегчить пусковому двигателю раскрутить столь большой дизель, на нем применен декомпрессионный механизм. Соединение двигателя с трансмиссией происходит через сухую двухдисковую муфту сцепления с гидроусилителем управления. Коробка передач механическая, она имеет 4 передачи, но благодаря применению на тракторе реверс-редуктора, который позволяет выбрать два режима переднего и один заднего хода, общее количество передач для движения вперед составляет 8, а назад 4. Изменение направления движения трактора происходит при помощи планетарного механизма поворота. Исполнительным тормозным механизмом в нем выступают ленточные тормоза. Для того, чтобы осуществить плавный поворот, необходимо потянуть на себя один из двух рычагов. А для того, чтобы сделать крутой поворот, необходимо в дополнение к рычагу нажать еще и на педаль остановочного тормоза. Кстати, в отличие от трактора ДТ-75 и его предшественников, у трактора Т4А установлены гидравлические усилители в приводе рычагов управления. Поэтому при работающем двигателе рычаг можно вытягивать буквально одним пальцем. Подвеска трактора полужесткая. Опорные и поддерживающие катки, а также направляющие колеса с механизмом натяжения, закреплены на продольных лонжеронах, которые в задней части закреплены к корпусу заднего моста, а в передней части они крепятся к раме через поперечную рессору. Трактор оснащался раздельноагрегатной гидравлической системой с трехсекционным гидрораспределителем и задним навесным устройством для работы с навесными или полунавесными машинами и агрегатами по двух- или трехточечной системе наладки. Снаряженная масса трактора около 8,5 тонн. Данный трактор трудится в хозяйстве ООО КФХ Салават, расположенного в Аургазинском районе Республики Башкортостан. Механизатор трактора Спиридонов Юрий Яковлевич получал его еще новым в 2001 году и до сих пор поддерживает трактор в рабочем состоянии. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Симкин Корректор А.Егорова Симкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Дома 33? Да. А по факту не мерили сколько? А по прожорливости вот за 33 гектара сколько топлива скитает? Ладно, управляйте, поскольку. С чем-то. С чем-то? Там фуромат еще, да? Да. А по зенитному разу сколько сезона? Четвертый сезон. Четвертый? Да. КОВСРЕЛ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok